Друзья, всем привет! Несколько минут назад президент Финляндии начал плакать и жаловаться. Как там было в песне у Высоцкого? От осознания и от просветления. До него вдруг дошло, осенило, накрыло мощным приступом прозрения. Вот он льет слезы в жилетку французской газеты «Лемонт». Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен. Западные страны ввели в отношения Москвы намного больше ограничений, но их эффективность низко. Это стало возможным благодаря обходу санкций и сохранению многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией. По его мнению, необходимо искать новые способы воздействия на страны, нарушающие международные законы, чтобы достичь желаемых результатов. Уход финских компаний от российского рынка не только не принесло никакого результата, как утверждает президент Финляндии, но и привел к серьезным последствиям, ударившим по национальной экономике. Убытки, понесенные компаниями, оказались многомиллиардными. Тысячи рабочих мест были утрачены, а сотни миллионов евро налогов пропали из бюджета страны. Однако это еще не все. Дополнили список последствий потери для финских компаний российского рынка, инфляция и рост коммунальных услуг, что еще больше усугубило положение в Финляндии. Сам же рынок, освободившийся от финских компаний, был активно освоен российскими, индийскими, турецкими, арабскими и китайскими компаниями, которые вступили в серьезную конкурентную борьбу между собой за эти прибыльные места. Особенно яростно разыгрывалось в энергетическом секторе, который в настоящий момент представляет собой настоящее золотое дно. Таким образом, утверждение Саулинии нести о том, что уход финских компаний с российского рынка не принес никаких результатов, абсолютно неверно. Просто это смотря кому и смотря каких результатов. Например, нашему бизнесу, который радостно заместил финский, а также китайцам и так далее. Санкции очень даже принесли результат. Они усилили тот самый глобальный Запад, с которым Запад сейчас столь неразумными методами пытается бороться. Но, кстати, и финскому бизнесу, и финской экономике санкции тоже результаты принесли. Просто не те, на которые эти господа рассчитывали. Ну что поделать? Бывает в жизни огорчение. Хотели порвать нашу экономику в клочья, а порвали свою. А все почему? Потому что не надо бороться с религиями. Там давно сказано, что не рой другому яму, сам в нее попадешь. Но гораздо круче, чем финны в эту яму попали. Поляки, вот уж эти действительно попали, так попали. Поляки, они молодцы. Они решили повторить главную ошибку европейцев и не ошиблись. Те, помнятся, как-то пытались заблокировать свое небо для нашей авиации. И даже почему, собственно, пытались. Они заблокировали. Но потом Россия заблокировала свое небо для них в ответ. И тогда товарищи европейцы наконец поняли, для кого это будет больнее, и кто хозяин пространств и направлений. Когда им потребовалось облетать Россию, а вот их конкурентам... Нет, вот тогда они сразу поняли, что связались не с тем парнем. И все уже думали, что урок извлечен. Но нет. Тут решили сплясать на граблях поляки. Напомним, что Россия запретила проезд по своей территории для всех польских грузовиков. Причем даже не спешила превентивно этой мерой пользоваться, а лишь ударила в ответ, когда такие санкции ввела Польша. И вот теперь поляки вдруг загрустили. Теперь они стали вдруг кое-что понимать. Орбан публично набросился на Вашингтон. Евросоюз начал постепенно рушиться изнутри. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, страна которого с 2004 года числится в составе ЕС, произнес огромную западную речь, в которой заявил, что Европа встала на путь разложения и близится к полному забвению, призвал коллег ориентироваться на Азию в новом мировом порядке и выступил с поддержкой кандидатуры Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Венгерский лидер также упрекнул европейских соседей в потакании интересам США и отказе от собственных взглядов и ценностей в угоду американским хозяевам. То есть, по сути, обозначил то, о чем все давно думали, но сказать по разным причинам боялись. В качестве примера вышеописанного потакания Орбан привел подрывы газового пути Северный поток, по которому до судьбоносного 2022 года ФРГ следовало российское голубое топливо. Политик считает, что за его повреждением стоит Вашингтон, а произошедшее есть не что иное, как самый настоящий акт, безропотно поддерживаемый европейскими руководителями. В рядах европейских элит Орбан воспринимается скорее в негативном ключе, его слова и действия часто ругают в западной прессе. Критики венгерский премьер подвергся и в этот раз. В американских СМИ его речь назвали пустой и бессвязной, видимо других аргументов у талантливых репортеров не обнаружилось. Однако наиболее обожаемая натовскими журналистами тема для обсуждения – теплые отношения Орбана с Москвой, которые чиновнику по понятным причинам постоянно ставят в упрек. Его, разумеется, с осуждением называют чуть ли не самым дружественно настроенным Кремлю политиком в истории современной Европы. На Россию у граждан США и Евросоюза уже выработалась стойкая аллергия. Градус высказываний венгерского руководителя растет пропорционально давлению со стороны его европейских партнеров. Главная причина недовольства в кругах брюссельской элиты – поездка Виктора Орбана с лично разработанной им в Москву и Пекин. Визит делегации в Брюсселе признали незаконным, а его организатора осудили за излишнюю самостоятельность и действия в отрыве от европейских союзников. Виктор Орбан – действительно уникальный для Европейского Союза политик. Компании Еристен и Бош переданы под управление Газпрома. И это весьма болезненный удар для Запада. Владельцы этих производственных комплексов могут не рассчитывать на какие-либо компенсации. Таким образом, Россия начала отвечать. Все по закону. Нет у вас больше обозначенных брендов, господа оппоненты. А при попытках доказать свои права, собственникам может грозить и тюремное заключение. Причем тут нет никаких перегибов. Все проведено согласно букве закона. Комар носа не подточит. Но национализация компаний Еристен и Бош – это вовсе не месть Западу. Просто Россия возвращает свое. Объясним. Ведь несправедливо, что огромные производства, используя русское сырье и трудовые ресурсы, получают прибыль, которая уходит в те страны, которые ненавидят нас и думают, что используют ее. Кроме того, в России много объектов, которые нечестными путями приобрели иностранцы. Вот и получается, что наша страна просто возвращает свое обратно при помощи национализации. И, кстати, национализация началась после того, как Запад решил открыто грабить нас, замораживая счета и активы. Запад сам это начал, и теперь сам же и расплачивается. Италия обсуждает с Еврокомиссией выработку положения, которое позволит компаниям, столкнувшимся с решением Москвы о передаче долей дочерних предприятий во временное управление российских компаний, принимать ответные меры в отношении активов-бенефициаров национализации, заявил министр по делам предприятий Италии Адольфо Урсо, отвечая на вопросы газеты «Карьер» Делла Сиро. По его словам, ответные меры готовятся на европейском уровне. Но готовить они могут все, что угодно и как угодно. С нашей же стороны решение уже принято, и убыток у наших оппонентов пошел. И это правильно, потому что на России страны коллективного Запада стали зарабатывать уж слишком много. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление расимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента. 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Ульяновский станкостроительный завод, принадлежащих гильдемастер Битайли Гунген, уточняется в документе. Стоит отметить, что компания Гайлдемастер Битили Ганган входит в японо-германский консорциум DMG Mori. Это один из крупнейших ФРГ-производителей программируемых станков. На предприятие объединения в 2022 году приходилось 10% мирового производства станков с числовое программное управление. Также стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государство Ивановский завод тяжелого станкостроения. Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной.